здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас гостях замечательные гости дамы это людмила кострова руководитель творческой мастерской милард она у нас уже была здесь в студии и кстати всех седа даривает подарками кое-что у меня даже сохранилось до сих пор а также студию нас наталья удовенко член сообщества люберецкая особая мама финалист и участник вместе с сыном андреем мы все узнаем международных конкурсов дизайнеров сама дизайнер по флористике и еще называют у нее есть такая замечательная должность или скажем так приятная слова прозвища не очень хорошая приятная обязанность да пряничная фея в общем обо всем этом поговорим замечательные люди пришли здравствуйте здравствуйте вот жаль 8 марта уже давно прошло но всегда приятно когда в студии речь пойдет у нас о во первых женщинах предпринимателю такая довольно сложная работа вторых о женщинах которые как говорят в сложные в общем-то чего уж там греха таить жизненной ситуации смогли не только найти себя но и решить массу вопросов а главное дает пример как это могут сделать другие кто тоже может попасть такую ситуацию так людмила кострова расскажите чем живет сегодня мастерская мил арт готовитесь к 400-летию во всю готовимся как всегда много планов много и громаде и громаде и много идей сам по себе юбилей 400 лет конечно это очень интересная история города пусть не это не туристический это больше промышленный город и вот именно в этом найти крупица зацепиться тем более это символизм какой-то до необходим я в люберцах упала приехала в девяносто пятом году и он мне за эти годы в принципе стал родным и близким поэтому хочется до внести чтобы наши сувенирной продукции знаете такая была особенная запоминающие вот мы говорили тогда в прошлый раз что когда бываешь в любом городке ну скажем так туристическом городе дали туристическом местечке россии или далеко за пределами несмотря ни на какие проблемы люди по-прежнему ездят есть такой пул 80 процентов сувенирная продукция как правило наклейки только меняют разных городов до своего собственного подхода то что называем дать дизайном они который передает некую атмосферу конкретно города или тех людей как но теплорук до этого мало совсем другая работа это когда продумывается все нюансы у нас в городе ведь но массы интересных вещей и поэтому у нас индивидуальный подход ко всему вот мы об этом поговорим а наталья нас вот не зря так называемое сообщество люберецкая особенная мама мы не раз уже говорили на эту тему давайте расскажите на ну а первых вы сами дизайнер по флористике то есть вы умеете как-то правильно цветы складывать не просто в букет а именно в превращает это в искусство букета верно ну получается что на позиции какие-то тематические вообще где-то учились этому или как-то жизнь заставила что называется скорее всего жизнь заставила но я с детства любила творчество мне всегда нравилось и с цветами что-то делать и вообще бисерную увлекалась всем рукодельница до любила рукоделие но это же живые цветы это же как бы надо правильно их как-то выстроить и я помню еще простите что когда-то было время три гвоздички и букеты не я сейчас все сложнее наташа занимается композициями к празднику каждая композиция это не вот просто будет мало ли как у него в хорошем смысле да она делает шикарные такие и в фужерах композиции из цветов вязаных корзиночках ведет у нас творческой мастерской мастер-класс а варис а что за мастер-класс чем вы занимаетесь как раз мастер-классы по флористике но тематически на новый год у нас были новогодние новогодние до композиции с елочкой и шариками в общем со всякими сухофруктами сейчас весна сейчас пойдет вообще летние цветы до полевая да и вот сейчас паска скоро будет у нас будет композиции в этом стиле вот мастер-класс мы сейчас конечно расскажем о персональной вашей истории потому что у вас еще один есть участник непосредственно да скажите пожалуйста вот люди которые приходят на мастер-классах зачем им это нужно некоторые приходят того что просто скучно а кто-то действительно видит в себе какого-то но творца как кто эти люди кто эти участники ваших мастер-классов но участники у нас в основном ну и дети приходят и взрослые иногда когда приходят дети вроде как научиться чему-то вместе с родителями поглядишь и родители это на родители увлекаются иногда у детей перенимают по пальму первенства и начинают командовать родителями так сделать то делает нет немного по-другому получается понимать когда в процесс включаются то родители начинают отодвигать детей и вроде как-то самим неудобно до прийти на тема интересная и туда на их настолько начинает увлекать что уже ребенку мало меньше достается а папа с удовольствием эти веточки шарики все соответственно мужчины самые ответственные причем мы если мастер-класс по флористике они самые ответственные они ищут лучше чем женщины то есть вот такая вот интересная история так что приходите к нам попробую да ну вот как будет время пошить я приду я когда-то шил в садике или где-то у нас заставляли как бы ковка космос но навыки никуда не тебя я даже что-то помню там какие-то варианты этих как они называются 5 петелек да правильно вот так что но все было мы же все прошли советское время мы можем на пол да а наталья скажите пожалуйста вот вы вы представляете у нас фактически такие международные конкурсы дизайнеров вот расскажите во первых вы члены сообщества либерецкая особенно мама что говорит о том что вы особенная мама вот и каким образом вот соединились и особенная мама и международный конкурс дизайнер ну особенная мама я стала 15 лет назад когда родился мой второй ребенок андрей зовут андрей да ну вот стала и особенной мама и но а к творчеству международными конкурсами я постепенно дошла случилось неприятность нашей семье вот восемь лет назад у моего мужа произошел инсульт и ребенок инвалид еще один ребенок отца да еще несовершеннолетний муж и я решила как дальше как-то надо выживать что-то делать и отвлекаться то есть и вот пока даже был муж в больнице я начала вышивать бисером и так вот потихонечку стала отвлекаться от своих проблем и со временем начала уже это сделать скажем только на профессиональном уровне начала в конкурсах участвовать а кто вам предложил поучаствовать в конкурсе ну мы же понимаем сама что то есть не понимаем да эта ситуация такая не приведи господи да кому-то ее пережить но если технологически рассматривать да сначала это был элемент отвлечения верно а потом элемент уже увлечения наверно да а потом да уже конкурсы и кто на этих конкурсах это конкурсы среди особенных мам это или вообще любую обычный конкурс да вы отправляете работу куда-то или показываете как это да это это от интернет-магазинов и не только отправляем до видео или фотоработок их оценивают да и там оценивать профессиональные жюри а вы сидите трясетесь конечно там несколько недель сидишь трясешься пока отборочный тур потом проходишь в отборочный тур и дальше и дальше ну вот но и где вы участвовали кого-то потому что у нас вот да финалист и участник ну я уже проходили магазин такой есть грин ну и много и гринберт и много там магазинов и то есть вы показываете они вам просто присылают сообщение что вы прошли в финал да ну да все эти перейдем что работу приняли да а какие ощущения у участницы когда вот раз я уже волнительный всегда волнуешься конечно очень да то есть еще опять больше начинаешь бисером шить да чтобы еще успокоиться вот людмила я так понимаю что ведь это очень полезное свойство да и качество человека который в такой ситуации да да весь в творчестве да я дыма сквозь вот расскажите как вы нашли друг друга да как то она все сложилось земля люберецкая небольшая да и когда творческая мастерская в красково появилась наташа там недалеко живет и на всех мероприятиях в люберцах потихонечку уже в глаза друг другу узнаем стали потихоньку общаться и вот она так при этом вот когда ты занимаешься тем что реализуешь только изделие ручной работы и что-то производить тут появляется определенная публика да которую непонятно откуда берется но тягивается да 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 и потому что ты тянешься к ним и складывается вот эта особая атмосфера людей которые это любят каждый еще что-то клуба интересом да да потому что у нас же работа не только местных мастеров они у нас со всей россии представлены в мастерской расскажите во второй части на обязательно вот и если когда совпадает по внутренней составляющей то и остаемся вместе она вдвоем не надеюсь на то что тоже очень комфортно сотрудничать то есть правильно понимаю что сейчас наташа уже не только занимаются как ну не только участвует конкурсах но в общем тоже делать продукцию вовсю и мастер-классы ведет и продукцию производит а правильно понимаю еще также ведь не интерес такой вот когда проходит мастер-класс это мастер-класса для людей чтобы они дома делали или у вас есть такой принцип что если у кого-то хорошо получится он тоже будет производить продукцию опять же ее можно будет реализовывать чек будет еще получать какие-то деньги да с удовольствием если он займется этим увлечется этого мало сейчас ручного труда вот этого сейчас к нему вот появляется особый интерес появляются люди которые этим занимаются но конечно его много не может быть потому что каждое изделие времени большого и потом руки у нас у современных людей по немножко немного другие и другие скорее а в телефоне хорошо наташ скажите пожалуйста а насколько это помогает вам или помогло уже я так понимаю вы наверное какой-то глобальный такой момент пережили но насколько вам это помогает сейчас вашей вот персональной личной женской судьбе вот та история которая называется флористика дизайн дамы сейчас еще о пряничной феи поговорим уходишь от проблем когда ты в творчестве забываешь что какие-то эти там проблемы что-то неприятности то есть ты погружаешься в это творчество там и и легче конечно легче и уже не одна такая вы входите вот любилецкую особенную маму на который у нас ходит более там солидную организацию да я так понимаю вы друг другу помогаете в этом плане и словом и делом и вот этими увлечениями да мы мамы друг другу помогаем если у кого-то какая-то неприятность случилась да там мы стараемся вытянуть ее из этого когда когда с участвовать на мастер-класс или еще куда-то вот мы на хоккей ходили да мы болеем за на у нас команда есть вратарь папа особенного ребенка и в общем мы поддерживаем эту команду очень хорошо сейчас мы сделаем небольшую паузу напомню что нас гостях руководитель творческой мастерской милард людмила кострова и наталья доенка член сообщества люберецкая особенная мама финалист участник международных конкурсов дизайнеров вот во второй части поговорим уже действительно ручном вот этом скажем таком приятном феномене ручной работы то что с точки зрения денег скажем ну востребовано потому что хочется купить действительно какой-то не просто сувенир до штампованный где-то мы знаем в какой стране это делается в основном а именно что-то сделанное и хранящая тепло рук точно такая важная история ну и конечно же это тепло передается от человека к человеку то об этом после небольшой пауз напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас гостях руководитель творческой мастерской милард людмила кострова и член сообщества люберецкая особенная мама финалист участника международных конкурсов дизайнеров наталья удовенко людмила вот прежде чем мы пойдем дальше говорить уже собственно говоря вашей компанией вашей фирме чего же там греха то есть скажите вот мы называли наталью пряничная фея это что такое наташа проводит в мастерской мастер-классы по росписи пряников они очень востребованы которые едят пряники да и причем печет она их тоже сама я вам честно скажу что сколько перепробовали пряников то есть польские отдыхают отдыхать таких вкусных пряников просто больше ни у кого нет он может быть мастер-классом по себе не очень сложный но он подходит к определенному возрасту детей у нас вообще мастер-класса мы стараемся как бы вот для разных возрастных групп проводить что все было интересно я вам просто рекомендую либо прийти к нам на этот мастер-класс чтобы вы могли убедиться в моей правотеке приносили провели вы давайте проведем приносите пряники сюда и здесь красный росписи сидим туда покажем дать как здорово сделали при наталья сделать пряники мы их красиво здесь на угрозе нас у конечно вот и прямо в эфире под камеру и 5 чипе здесь да 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 но это конечно здорово наташ ну коль мы о пряниках заговорили такой будет сейчас плавный переход вообще к творческой мастерской глобальной скажите а когда вы успеваете все делаете пряники еще печь ну это же какая ответственность до ответственность на байма захотелось пряник приходите к нам как пришли как вот пряник же тоже такое блюдо надо еще уметь его пить кто-то подсказал где-то вы когда-то особенная мама у тебя генерирует идеи что как дальше быть ну вот в том году года за пряник сделаю да да мы вот решили с людьми очень славный провести такой мастер-класс как раз год назад на пасху нас были вот первый мастер-класс пасхальный был в общем очень у нас удался и понравился не только детям родителям пряники у нас не доживают коробочки некоторые не успевает их упаковывать тут же съедается подсыпка глазурь там же я так понимаю роспись этого пряника это целую специально искать как сказать краски не кроме ингредиенты специальный доктор может дочь и вкусный класс который надо что же сама когда можно отдельно есть даже не успеваю расписываться расстраиваюсь когда мне и мало остается хорошо людмила ну вот мы понимаем что и в лице натальи и в лице многих других участников и тех кто постоянно уже с вами сотрудничает и работает и те кто вот приходит на мастер-классы вы являетесь таким пропагандистом ручного нового такого подхода да к сувенирной продукции книги кем но не знаю игрушка у нас и предметы интерьера и грязи бы тогда и канцелярские дат какие-то товары которые там на столе могут у человека лежат рабочим вот как все у вас сейчас наше сложное время в общем то происходит ну не просто поскольку мы я тоже предприятие молодой только развиваемся конечно все ночь через тернии все равно идем к звездам и очень приятно вот слышать когда получают нашу продукцию мы ее специально отрабатываем для определенных организаций которые начали уже с нами сотрудничать да слова благодарности и а там когда они говорят что это уникальное брендированное только для них то есть если мы делаем магнита для какого-то вот то только у него такой другом стараемся уже все что-то новое придумать это огромная поляна для творчества но это то что вот было когда-то когда не было таких глобальных технологий и печатных станков сейчас у нас печатают все даже мозг уже научились там печатать где-то в 3d а здесь у вас получается индивидуальный подход до к каждому так сказать проекты должны на эти магниты не очень так повторяются они вообще повторяются да мы как вам удалось собрать такой и вообще кто у вас работает в коллективе или бы так каждый так сказать в разных ипостасях а вы собираете их потом всех принимать если говорить о бизнесе что присутствует на рынке тебе ты был заметен у тебя должно быть разнообразие плюс она должна отвечать современности да да все-таки сегодняшний ручной труд и рукоделие отличаются достаточно сильно от того что было ранее и вот это вот необходимость поиска новых идей реализации их она как-то вот знаете прям люди сами появляются занимаются многие этим очень много талантливых мастеров вообще я с удовольствием езжу на выставке там знакомлюсь такие большие как ладья или еще где-то чтобы пообщаться с мастерами кто этим тоже занимается вот просто до такой возникает наташ вот вы когда делаете да что-то или проводите мастер-класс это к нам вас стоит ну некое внутреннее желание или прям внешне что вот мастер-класс прошел и кого-то вы научили и вот он сделал это реализовал вы когда видите то что получается у вас какое ощущение конечно радость приятно что вырастила конкуренты себе нет но расскажите как вот люди потом некоторые ну понятно что некоторые сделали попробовали и забыли такой тоже вариант исключен убили как сказать это время а некоторые же остаются потом идут дальше вот что у вас ощущение как у человека который их чему-то научил ну они еще раз приходят к нам на мастер-класс и отзывы очень теплые и в интернете и так благодаря то есть есть еще интерактив сказать обратная связь существу обязательно да пишут всегда там выгода предлагаете новые до встречи какие-то у нас есть вконтакте страничка наша в других соцсетях до разрешенных до в разрешенных все по закону до ходят теперь очень приятно наблюдать что приходит очень много людей которые уже были неоднократно на мастер-классу говорится и они приходят повторно это говорит о том что им действительно с нами интерес а ну а мы стараемся их не разочаровать что-то придумал все время но вот придумывать что-то все время нового в век когда придумывают уже чуть ли не у начаться искусственный интеллект сейчас такое словосочетание сегодня где-то слышал что впереди нас ждет очень интересная эпоха когда очень многое за нас будет делать искусственный интеллект а мы будем получать удовольствие но с одной маленькой оговоркой с работы будут у некоторых людей про а вот если говорить о ручном труде я о ваших идеях вы же фактически бесконечно в придумках своих правильно это бесконечный процесс как это происходит это какие-то люди которые давайте вот мы сейчас это вы же не можете прям вдвоем сейчас все время придумывать что-то еще не то во первых у нас целая команда мастеров которые с нами вместе сотрудничать откуда иди берутся я не знаю вот сегодня ехал на передачи думал надо скворечники сделать потому что зимой мы делали надпись там будет зимой мы делали кормушки и поняли что не все могут пользоваться молотком и гвоздями уже не помнят как да она же полезно и птичкам нужно домики строить вот тем более весна наступила внезапно так всегда у нас происходит поэтому может быть и нашли друг друга потому что и наташа с идеями вот скажем и жизни заставляет я потом думаю что уже даже некий такой профессионализм дизайнер дизайнер человек который но не может все время но одной тоже кибану извините делать да он хочет что-то выдавать попробуем со светом поиграть другие цветочки взять и так далее вот еще людмила скажите а эти люди которые как вы говорите вас уже много вы что же как-то по крупицам собираете почему потому что сейчас кто-то нас посмотрит и скажет а я вот умею там не знаю еще что-то я хочу с ними посотрудничать с удовольствием стучать мастерская у нас находится в красково улица карла маркса дом 107 там в цоколе прям так и написано творческая мастерская мы с удовольствием приглашаем и в магазин уникальных товаров чтобы выбрали какие-то оригинальные подарки для себя для друзей в общем надо подъехать к вам более 400 лет люберца да будет скоро об этом всем рассказывать и на мастер-класса и у нас там есть индивидуальные занятия по академической живописи и если кто-то хочет к нам присоединиться с удовольствием приглашаем всех и в качестве покупателей участников и в качестве мастеров ну то есть я так понимаю да наташа что это такой проект который позволяет и и как вы чуть-чуть бизнеса и чуть-чуть даже большая часть творчества и просто забываешь проблему у разных людей разные проблемы у кого-то ситуация сложнее кого-то полегче но каждая проблема все равно выводит тебя из равновесия вот наверно это тоже помогает да да еще как помогает и когда прихожу на работу я забываю то что там у меня вот какие-то проблемы дома отвлекаюсь делайте такую своеобразную передышку там до в мастерской передышкой начинаю что-то что-то смотришь там на какое-то изделие ты за а вот так да почему бы вот так вот еще бы не сделать вот 5 людмила мне так кажется что я не в том что хочу какой-то реверанс сделать вашу сторону хотя почему бы нет а именно ведь наше время когда люди скижут ну дать так говорит сами по себе чаще да в таком куполе ну максимум семья кстати со своими проблемами некоторые боятся своих проблемах некоторые стыдятся себя и своих проблем а некоторые просто вот не трогайте меня и все а вы как бы раскрываете двери для всех и говорите что давайте мы вернемся к нормальному так калораром вообще попьем вместе чая что-то на лавочке посидим отдохнем потом пойдем папа придумаем чего-нибудь да вот примерно как-то так а зачем вам это нужно наверное это внутренне потребность какая это что-то не хватает мне в принципе хватает но сейчас реализовали уже есть что дать другим и хочется этим поделиться понятно ну или комфортно в этой составляющей который я сейчас нахожусь а какие планы нужно должны задать вопрос главный журналистский вопрос творческие планы какие у вас наталья но сейчас мы вовсю готовимся к люберцам и к юбилей до чем у нас но пока секрет поскольку но у нас согласован с руководством но пока мы будем держать это все хорошо но потом уже когда придете к нам обязательно на ближе гида мы вас на это мероприятие обязательно пригласим хорошо договорились да ведь как интересно прямо такая будем держать интригу наташа у вас что дальше шагать по творческой лестнице вверх что-то новое придумывать какие-то то вы и глинария была у нас ее тоже можно развивать до разные какие-то блюда вот значит пряники сказал ведь миш про еду все тянет мы уже доме цель в следующий раз вышивание да право вот эти вот и шаги тоже у меня как мастер-классы проходят с какой периодичностью к они как-то объявляются до ваших сетях да в сетях объявляются но в основном суббота-воскресенье у нас ну и иногда и может быть среди недели вечерком там допустим вайда у нас есть выездные мастер-классы тогда мы согласовываем кому удобное время туда куда мы приезжаем если это дни рождения то опять же согласовываться в индивидуальном порядке а так плановые мастер-класс они идут суббота-воскресенье но еще иногда вечером у меня есть индивидуальные мастер-класс по декупажу понятно ну коллеги очень приятно было с вами пообщаться вы будете смеяться время уже вышло поэтому я рассчитываю на то что вот ближе конечно мы сейчас все март до март-апрель вот эти два месяца переходные такие март уже прошел апрель набирает обороты весна к это внезапная вся а там глядишь и лето и это прямо на все основные события буду туда ближе уже к сентябрю вот но в любом случае будет много интересного поэтому людмила кострова руководитель творческой мастерской милард ждем в гости и наталья удовинка член собственного либеретская особенно мама и финалист и участник международных конкурсов дизайнеров новых статьи побед и новых конкурсов вот ну и спасибо вам за то тепло рук который вы сохраняете с помощью тех может быть даже не хитрых а иногда вполне себе серьезных изделий кулинарных изделий там канцелярских и так далее и сувенирных спасибо большое спасибо вам это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания